Андрей Васильев, Файролл, книга седьмая, разные стороны, глава первая, в которой герой в основном читает сообщения. Администрация игры поздравляет вас, игрок! Вы первым побывали на Теголийском архипелаге и вернулись обратно в Раттермарк. В оснаменовании этого события вы получаете следующие награды. Перевязь для абордажной сабли, затейливо вышитой надписью «Что нам шторм, что нам штиль?» Шляпу с широкими полями, украшенную пером экзотической птицы. Титул «Рассекающие волны». Титул «Презревший шторма». Внимание! С момента вашего ухода с Теголийского архипелага вы лишаетесь возможности вновь вернуться туда, вплоть до того момента, пока он не будет открыт для свободного посещения всеми игроками. Внимание! Все достижения, титулы, репутации и заслуги, полученные вами в Теголийском архипелаге, сохраняются. Внимание! Вам вновь доступны все ресурсы Роттермарка. Как-то почта, личная комната и так далее. Да, щедро отсыпали наград. Перевязь, шляпа, титулы. Прямо подаркопад какой-то. Вот же жлобы все-таки какие в Родеоне сидят. Могли бы чего-нибудь попристойнее подарить. По такому-то случаю. Я снова стоял в пещере Орта Пепельного, в которой ничего не изменилось. Хотя подозреваем, что здесь ничего не менялось уже вековый док... Да пес его знает сколько. Много, наверное. Хозяина, кстати, в поле зрения не наблюдалось. Что примечательно. У вас шесть сообщений от администрации игры. Вы желаете посмотреть их сейчас? Ух ты! Вот это что-то новенькое. Шесть сообщений от администрации. Это сильно. А что они мне написать-то могут? Никак, служивый мой, пожаловал. Стукнула входная дверь, и в пещеру валился Орт с ведром воды в руках. А коли вернулся, значит, не с пустыми руками. Что б тебе, старый ты... Оборвал я свою речь, заметив, что Орт сдвинул клочковатые брови, и при этом как-то недобро. В общем, ты понял. Понял. Миролюбиво сказал старик. Ты ключ давай, не тяни. Ключ ему, проворчал я, доставая из сумки артефакт. Заслал меня, понимаешь, в такие места, в которых дураком стать можно очень даже просто, и в ус не дует. Но не стал же. Орт протянул ко мне руку. Да и до того ты особым умом не отличался. Умный человек на такую авантюру, которую я тебе предложил, сроду не подпишется. «Ой, деда!» Я злокклил на старика. «Сейчас как возьму? Да как, ничего тебе не отдам?» «Напугал!» Захохотал Орт. «Коли ты мне ничего не отдашь, так ты отсюда живым и не уйдешь. Времени у меня мало осталось, правда. Но еще одного дурачка я дождусь, будь уверен. Да и не ври мне, что ты без выгоды для себя прогулялся в теплые края. Не знаю, как насчет вещичек, но вот то, что удача у тебя прибавилась, я вижу отчетливо». «Какой удачи?» Насторожился я. «Тиамат тебя своим благословением отметила. Богиня она не добрая, но со своими слугами милостива. Ее печать на тебе и раньше была, но теперь она изменилась. Теперь это уже не печать, это оберег. Да и старый пройдоха одноногий тебя пометил, а касание его длани — это тоже штука полезная. Только вот что ты теперь будешь ждать с мессмертой, которой служишь. «Я не ей служу, — нахмурился я. Я Витеру служу. Да и слово «служу» здесь не совсем верно звучит. У меня с этими товарищами другие отношения». «Ну да, высокие, высокие отношения!» Уорд захохотал. «И ты мотаешься по самым глухим местам Роттермарка исключительно ради собственной забавы. Нет, милок, она тебя по своим делам отправила, и ей ты и отчитываться будешь. И вот как только ты все для нее сделаешь, тебе надо будет сразу забиваться под какую-нибудь корягу в самом глухом лесу, поверь мне. После того, как она увидит твои отметки, долго тебе не жить. Причем она выдумает для тебя какую-нибудь особо редкостно-пакостную погибель, поверь мне». «Слушай, дед, я все-таки вышел из себя. Ты мне что-нибудь хорошее сказать можешь? Ну, хотя бы для разнообразия». «Могу», – кивнул головой Орд. «Каша у меня сегодня хороша, удалась, пшеная, со шкварками свиными. Будешь?» Я засопел, понимая, что старик явно развлекается, глядя на меня. «Ладно, дед», – вдохнул и выдохнул, сказал ему я. «А что на мне еще за отметки стоят? Ты мне еще в тот раз обещал сказать об этом». «Скажу, сынок», – показал в улыбке свой белый и молодые зубы старик. «Давай так. Ты приносишь мне третью часть ключа и можешь мне задать три вопроса, на которые я тебе непременно отвечу, если сам буду знать то, о чем ты меня вопрошать будешь. Идет?» «А если не будешь знать», – пришлился я. «Тогда чего?» «Тогда другой вопрос задашь», – ответил степенно Орд. «Ну, по рукам». Старик уперся. Это было мне ясно. Он рыбак, а я рыбка, и ему надо нацепить меня на крючок посильнее, чтобы не сорвался. «Идет», – протянул я Орду часть ключа. «И боги идут этой сделке в свидетели, а именно богиня Теомат и бог Чемаш». Где-то в небесах что-то отчетливо бумкнуло. Орд зло посмотрел на меня. «Ты чего творишь, ущербный?» – зашипел он, его доброту как корову языком слездуло. «Ты кого призываешь, идиот?» «Не верю я тебе, старинушка. Вот ни настолько не верю». Я показал Орду кусочек ногтя на мизинце. «Надуешь ты меня, хрен старый, и глазом не моргнешь». Старик что-то проворчал в бороду и цапнул ключ своей ладони. «Вами выполнено задание, вторая часть ключа. Награды. Две тысячи опыта. Тысяча золотых. Активное умение – пятно света. Пассивное умение – точильщик». Что-то не сильно бодрят меня названия умений. Как бы было что-то вроде «секущая плеть» или там «кровавый вихрь», то был бы шанс на то, что мне перепало что-то приличное. А тут... Надо было сначала награду получить, а уж потом выкобиниваться. Хотя, с другой стороны, что в программе заложено, то мне и выдали. Старик убрал кусок ключа, все в ту же коробочку, что и в прошлый раз, и снова золыбался. «Ну, сынок, вот мы почти и добрались до финала, а?» «Эх, папаша!» С неподдельной тоской ответил ему я. «Ты меня за вторым куском в такие дебри закинул. Мне представить страшно, что ты с третьим учудить сможешь». «Да не боись ты!» успокоил меня Орд. «Там все будет проще». «Или не будет». Вам предложено принять цепочку заданий. Третья часть ключа. Условие. Найти третью часть ключа. Награды за прохождение всей цепочки заданий. Шесть тысяч опыта. Семь тысяч золотых. Один предмет, соответствующий классу персонажа. Качество предмета зависит от того, насколько быстро игрок пройдет данный квест. Принять? Ну, давайте еще спартакиаду тут проведем. Выше, быстрее, дальше. Или как там было? Ладно, выбора все равно нет. Продолжение следует...